Всем привет, с вами Юмилия. У нас на лайв-канале вышел блог из Таиланда, и вы можете его посмотреть. Он довольно интересный, и сейчас я покажу вам некоторые кадры оттуда. Вообще, маленькие-маленькие отрывочки, чтобы вас немножко заинтриговать. Просто ночной кошмар какой-то. Физички. Это был по-настоящему культурный шок. Это крокодил. Серьёзно, прям туда я... Да, шучек советский малыш. Ага. Просто все бухают. Сознание взорвалось. А вот и божественный культ. Так вот, а сегодня мы смотрим Ванзая. Приготовили самую дорогую шаурму в мире за 27 тысяч рублей. Это что за шаурма такая и какого она размера? Я так понимаю, она обычная, судя по превью, но стоит как какая-то супергигантская. Давайте смотреть поскорее. Сегодня мы отправились на самый элитный рынок нашего города, чтобы купить продукты для самой дорогой шаурмы. Сначала отправляемся в мясной отдел. Выбираем самое дорогое мясо, а именно мраморная говядина вагю. Мы взяли максимальную степень мраморности, а именно А5. А я такую не пробовала. Одного такого стейка... Он сказал А5, а мне послышалось А5. 1400 гривен. Это 14к рублей. Отправляемся в рыбный отдел. И берём самые дорогие креветки карабинера. Шаурму? Креветки? Ниф-наф-наф. Также банка с мясом камчатского краба. Обошлось всё это в 4000 гривен. Или 11к рублей. Наверное, это супер вкусно. Также купили самый дорогой сыр с плесенью. Жирные сливки. В лотке с мёдом, где большое разнообразие, выбираем самый дорогой мёд. Из белой акации. Ого. Из овощей лук-шалот, батат, листья салата. Батат! Я недавно его попробовала. Это такое открытие. Обязательно попробуйте батат. Я его делала в духовке. Это так вкусно! Кто не знает, это сладкий картофель. Это реально открытие века для меня. Жёлтые помидоры и армянский лаваш. Ооо, вкусняшка! На все эти продукты вы потратили 10 тысяч гривен. Или 27к рублей. Признавайтесь, пьёте ли вы воду из-под крана? Нет! Если это у меня для вас плохая новость. Нет, это смерть! В ней могут быть всякие вредные примеси. Да ладно! Блин, я понимаю, что это реклама, но люди, если вы живёте в России, я вас умоляю, не пейте воду из-под крана. Но если у вас там фильтр какой-то есть, то это ваше дело. Типа, всё нормально, потому что у меня тоже раньше был фильтр. Но! Просто из-под крана воду пить не надо. Потому что я знаю таких уникальнейших людей, которые это делают. Но просто попробуйте набрать воду из-под крана к себе в стакан. Я говорю за Россию, потому что за другие страны не знаю. И она уж точно не будет кристально чистой. Ааа, кто вообще пьёт воду из-под крана? Господи, вы мазохисты, если реально это делаете. В обычной шаурме используют картошку. А мы возьмём батат. Очищаем его. Как я хочу батат, но его фиг в магазине найдёшь. Пофиг его вырезать натуркие пластинки. Подождите, он сказал, что в обычной шаурме используют картошку. Я не могу вспомнить, когда в последний раз ела шаурму с картошкой. Я такую вообще, по-моему, не кушала. Шаурма с картошкой. Дальше на брусочки. А ведь реально такого припомнить не могу. И к кубикам. Ещё хочется кусить. Открываем лук-шалот. Он круче обычного лука тем, что гораздо слаще. Срезаем у него хвостик и вдоль напополам. Пальцами снимаем шалуху. Надрезаем напополам и крошим. Ой, блин, водички хоть попью. Ставим сковородку на плиту и заливаем оливковое масло. Наши нарезанные овощи высыпаем в сковородку. Всё это обжариваем, периодически помешивая. Кто это делает? Когда лук становится прозрачным, добавляем анчо-чили перец. А также соль. И в конце самое главное, открываем мёд. Мёд! Добавляем киевную лоску. А я-то думала, зачем он ему нужен? Всё это перемешиваем и карамелизируем. Прям тоже очень хочется подобное приготовить. Готово. Так, о! Смотрите, он уже более-менее восстановился. Круто! Следующие нам очереди креветки карабинера. Таких гигантских креветок я в жизни не видел. Складываем креветку в два раза и отправляем в вакуумный пакет. Угу. Все три штуки. Раздавливаем головку чеснока. Очищаем зубчики. Шабуха с креветками. Я недавно пробовала такую. Раздавливаем теперь ножом. Ну там уж точно не настолько топовые креветки были. Теперь берём пиалку. Высыпаем в неё сухой имбирь. Обязательно соль. Угу. Орегано. Острый соус. Угу. Сок лимона. Ух. Это будет довольно что-то жёсткое, потому что сока лимона здесь дофигища. И лепковое масло. Это для маринования, наверное, да? Хорошенько всё это перемешиваем. И выливаем в пакет. Угу. Вставляем в вакууматор. Ух ты. И высасываем весь воздух. Какая классная штука. Мне кажется, это реально что-то классное. Сдаём промариноваться креветкам 20 минут. Вакууматор. И звучит протально. И заправляем их в духовку. И будем готовить полтора часа при температуре 50 градусов. По прошествии этого времени достаем креветки. Угу. Надрезаем пакет. И сливаем уже ненужную жидкость. Достаем сами креветки. Очищаем. Угу. И честно говоря, тут мы расстроились. Креветки оказались перемороженными, и у них очень рыхлое мясо. Угу. К тому же его оказалось очень мало. Вдумайтесь, вот эта маленькая горка мяса стоит 5700 рублей. Офигеть! Просто деньги на ветер! Переходим в соус. Даже обидно. Там только такие кревитосы огромные, а мясо... Паем жирные сливки в сковородку. Ой, я обожаю сливки. Распечатываем сыр с плесенью. Вот мне предлагали попробовать сыр с плесенью. Я понимаю, что он вкусный, но вот какое-то внутреннее отвращение мне не позволило этого сделать. Вот как-то, ну вот, ну не вяжется вообще у меня это. Нарезаем его. В голове. А крокодила ела в Таиланде. Я не знаю, что не так, но... Кстати, про крокодила видосик, ну, там на лайв-канале. Можете посмотреть. А еще у нас сегодня стрим будет на игровом канале. Называется Юмяри. Так, все, давайте смотреть видос. Мне кажется, я вас задолбала уже. И высыпаем сливки. Сыр сливки, интересно. Перемешиваем, чтобы сыр растворился. Все, больше делать ничего не нужно. Даже добавлять соль, так как сыр сам по себе уже очень соленый. Нарезаем листья салата. Также желтый помидор. Открываем банку с камчатским крабом. О! И достаем его мясо. Ну, выглядит аппетитно, конечно. Ну и, конечно, за коронавшей будущей шаурмы стейк-вагю опять. Все, еще более мраморного мяса в мире не придумали. Отправляем в ступку смесь перцев. И размалываем. Какая она у него красивая прям. Нет, честно, я просто не видела таких красивых ступок для перца. Как бы странно это не звучало. Вжимаем все это рукой в мясо. Переворачиваем. И повторяем все то же самое. Перекладываем на разогретый гриль. А я, короче, только недавно купила мультиповар. Пробовала там делать вафли. И там есть еще штука с грилью. Вот, пробовала недавно на гриле делать свинину. Но у меня мясо какое-то суперсухое получилось. Не знаю почему, но вроде было вкусно. Обжариваем полторы минуты и переворачиваем. Ну, у него какой-то гриль покруче, чем то, что у меня в мультиповаре. Потому что там гриль не особо мощный. Еще полторы минуты и на досточку. Ну, выглядит супер вкусно. Нарезаем стейк на полоски. О! 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 Ну, я, кстати, поняла теперь, почему у меня мясо было сухое. Потому что ванзай тут всего полторы минуты это делал. А я 20 минут. Потому что, ну, мощность вообще ужасная у гриля. Блин, выглядит супер вкусно. Прям слюнки аж текут. И возвращаем на электрогриль. А еще что ли? Ставим кусочки мяса так, чтобы обжаривались торцы. Остается все это полить в виски. Серьезно? И поджечь. Что? Ого. А вот это выглядит довольно опасно. Накрываем миской. Это придаст мясу своеобразный привкус. Офигеть. Мясо радует полностью готово. Ниф-наф-наф. Давайте, наконец-то, соберем нашу шаурму. Какая-то ресторанная шаурма прям получается. Первым делом выкладываем листья салата. Дальше желтый помидор. Кусочки стейка вагю. Ой, господи, как вкусно выглядит. Поливаем нашим сливочным соусом блю-чиз. Набираем в столовую ложку карамелизированный батат с луком шалот. Сверху придавливаем второй ложкой. И выкладываем. Утрамбовываем, так сказать. Пусть и ку-ку-как. Мне кажется, это еще даже полезно. Мясо камчатского краба. Разделяем его на волокна и выкладываем. Еще раз поливаем все это соусом. И сворачиваем шаурму. Пшикаем маслом на гриль. Ау, он еще на гриль. И выкладываем обжариваться шаурму. Пшикаем маслом на гриль. Задаем хорошую корочку со всех сторон. И снимаем ее. Разрезаем напополам. Как же хочется попробовать вкусняшку такую. Какая красота. Для того, чтобы приготовить эту шаурму, пришлось потратиться на 10 тысяч гривен. Или же 27 ка рублей. 27 ка. Давайте попробуем и оценим, стоит ли она своих денег. Безусловно, это самая вкусная, нежная и изысканная шаурма, которую я когда-либо пробовал. Все ингредиенты чувствуются в этой шаурме и перебивают друг друга. А мясо настолько мягкое, что ты даже не понимаешь, что уже его откусил. Но несмотря на это, своих денег она точно не стоит. Ну, 27 ка, это дофига. Пишите комментарии, кто бы вы себе купили вместо одной такой шаурмы. А если на этом видео вы наберете 220 тысяч лайков, то мы придумаем и приготовим еще кое-что очень дорогое. Подписывай. Уф, уф, уф. Ну, я свой лайкос уже поставила, с вас тоже лайкосик под видосиком. Я бы попробовала сделать подобную шаурму, но взяв ингредиенты подешевле. Например, тот же самый батат, почему бы и нет. Лук бы взяла обычный, мясо, наверное, обычное, лавашек, мед тоже обычный. И мне кажется, все равно получилось бы безумно вкусно. Да, определенная разница какая-то будет между тем, что сделал Ванзай и что могла бы сделать я, да и вы, в принципе, тоже у себя дома. Но в то же время я считаю, что это тоже будет максимально вкусно. Да, я также принимаю во внимание, что нужно иметь и прямые руки, но если попробовать, попытаться все делать по рецепту четенько и не перебарщивая там со солью, со специями. И чтобы ничего там не пережарилось, то думаю, что получилось бы все равно очень вкусно и интересно. И вообще у меня была идея когда-нибудь попробовать реально приготовить что-нибудь из того, что делает Ванзай, но никак не доходит руки. И поэтому, когда я в основном готовлю дома сама, то делаю то, что уже повторяла неоднократно и в чем уверена, чтобы не переводить продукты зазря. Потому что бывает у меня и такое, когда я начинаю готовить, пробовать, готовить что-то новое, то профукиваюсь по полной и у меня то все пересолено, то все недосолено. И это реально бывает очень безумно обидно. И вообще я уже неоднократно про это говорила и хотела бы повториться еще раз. Ванзай, делай свой ресторан. Это было бы нереально круто. Да, я понимаю, сейчас там ковид, все в таком духе, но можно было бы сделать какую-то онлайн доставку, сделать свое собственное интересное меню с какими-то там, я не знаю, вкусняшками из разных мультфильмов. Я прекрасно понимаю, что сам Ванзай бы там не готовил, там были бы люди, ну и может быть он тоже мог бы это делать, но это было бы классно, это была бы топовая концепция, которая бы очень классно вписывалась, при том, что он уже годами снимает такие вот видосики, где готовит из разных игр еду, из разных фильмов, мультфильмов, всякие большие различные штуковины, потому что мне кажется, что нашлись бы люди, которые на праздник заказали бы огромный сникерс, например, и которые были бы готовы заплатить огромные деньги. Ну а с вами была Юмилька, сейчас вот буду сидеть, пить водичку и записывать реакции дальше, а кушать пойду похоже, надеюсь, что вы хотя бы не голодные кушали во время просмотра реакта, во время просмотра ролика, ну а я вас целую, желаю удачи, приятного аппетита, если пойдете кушать сейчас, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!